Добрый день, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Мы сегодня обсудим вопросы развития арктической зоны России, решения социальных, экономических, инфраструктурных задач в этом важнейшем регионе, реализация здесь масштабных инвестиционных проектов. Это всегда было и остаётся для нас приоритетом. На арктических территориях проживают и трудятся сотни тысяч наших граждан. Сконцентрированы практически все направления национальной безопасности нашей страны. Это экологическая, ресурсная, военно-политическая, технологическая. И сразу подчеркну, сейчас с учётом разного рода внешних ограничений и санкционного давления, всем проектам и планам, связанным с Арктикой, нам необходимо уделить особое внимание, не откладывать их, не сдвигать право. А напротив, на попытке сдержать наше развитие, мы должны ответить максимальным наращиванием темпов работы как по текущим, так и по перспективным задачам. Прежде всего, это касается социальной сферы. Вопросы наиболее чувствительных для граждан должны всегда находиться, эти вопросы всегда должны находиться в центре нашего внимания. А в экстремальных условиях Арктики речь идёт о здоровье, безопасности людей, о жизнеобеспечении целых городов и посёлков. Вы знаете, что сейчас в результате действий недружественных стран ряд транспортных, логистических цепочек нарушен. Некоторые иностранные компании не в полной мере или вовсе не исполняют свои контрактные обязательства. Безусловно, в текущей ситуации это создаёт для нас определённые трудности, но у нас есть все ресурсы и все возможности, чтобы быстро найти альтернативные решения. А в долгосрочной перспективе ещё и больше укрепить нашу независимость от внешних факторов. Чрезвычайно важная задача. Для этого всем ответственным ведомствам, задействованным в Арктике, надо грамотно и быстро переналадить работу. Прежде всего, чтобы бесперебойно обеспечивать жителей арктических территорий, вахтовиков, предприятия и социальные объекты региона продовольствием и медикаментами, топливом, стройматериалами, оборудованием. Тем более, что уже совсем скоро начинается период северного завоза. Он должен пройти чётко и организованно, по графику без сбоев. Арктика должна быть снабжена всеми необходимыми товарами и услугами, причём в полном объёме. Это принципиально важно для того, чтобы гарантировать стабильность цен в арктических населённых пунктах. Требуется оперативно подготовить перечень и график движения задействованных в завозе судов, обеспечить их приоритетный выход из портов, а также более активно использовать воздушный транспорт. Предлагаю подумать над тем, чтобы определить единого оператора в сфере морской доставки грузов северного завоза с использованием ледокольных проводов, и в целом чётко обозначить координатора северного завоза, которым может стать одно из ведомств. Со всеми полномочиями, разумеется, и ответственностью. Прошу сегодня представить конкретные предложения на этот счёт. И, добавлю, прошу правительства, глав арктических регионов взять на особый контроль ритмичное строительство и обновление социальных объектов, ну, понятно, детских садов, школ, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов. Всё, что предусмотрено нашими программами, национальными проектами, должно быть реализовано. Ещё одна задача, которая требует эффективных действий, это реализация приоритетных инвестиционных проектов. От них во многом зависит дальнейшее развитие арктических регионов и благополучие их жителей, сохранение и создание здесь рабочих мест, выполнение обязательств России перед ответственными деловыми партнёрами. Очевидно, что многие проекты сегодня нуждаются в корректировке и дополнительной поддержке, и гибких, нестандартных решений по финансированию, применяемым технологиям, снабжению материалами, строительной техникой и комплектующими. Прошу доложить сегодня, что планируется сделать для уверенного прохождения ключевых комплексных инициатив, прохождение их в нужном нам рабочем ритме и режиме. В целом, для дальнейшего развития деловой активности в Арктике, включая поддержку малого и среднего бизнеса. Вновь подчеркну, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества, в том числе от российских энергоресурсов, отчасти хотя бы из них, уже ударил по миллионам европейцев, спровоцировал настоящий энергетический кризис, оторжается, кстати говоря, и на Соединённых Штатах. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает просто для этих стран, она носит абсолютно беспрецедентный характер. Безусловно, и мы сталкиваемся с проблемами, но для нас открываются альтернативные возможности, варианты и новые окна возможностей. Так что касается российской нефти, газа, угля, мы сможем увеличить их потребление на внутреннем рынке, стимулировать глубокую переработку сырья, а также нарастить поставки энергоресурсов в другие регионы мира, там, где они действительно нужны. Для решения этой задачи используем все имеющиеся возможности, включая развитие транспортных коридоров. В том числе речь идёт о железнодорожном северном широтном ходе. Активная стройка на объектах этой магистрали должна начаться уже в текущем году. Я обращаю внимание правительства, РЖД, Газпрома, других компаний, задействованных в проекте. Это прямое поручение. Прошу вас так к этому и относиться. Мы давно занимаемся северным широтным ходом. Запуск этого проекта позволит в том числе разгрузить БАМ и Транссит. И это принципиально важно с учётом переориентации на восток наших основных экспортных ресурсов. Я вчера разговаривал с губернатором Русской области. Там в некоторых местах каждые пять минут поезд идёт. Каждые пять минут. Кстати говоря, он обратился с просьбой помочь в строительстве виадуков. Надо это обязательно сделать, потому что для граждан нужно создать нормальные условия жизни в этих районах. Ладно, это другая тема, мы ещё к этому вернёмся. Предлагаю сегодня подробно остановиться на ещё ряде вопросов. Первое – это развитие Северного морского пути, создание здесь современной портовой и аварийно-спасательной инфраструктуры, спутниковых систем мониторинга, связи. А также реализация наших амбициозных, в хорошем смысле этого слова, амбициозных планов по расширению ледокольного и грузового флота, строительству судов-газовозов арктического класса. Я прошу главу Госкорпорации «Росатом» доложить сегодня, как продвигается работа по строительству и проектированию новых ледоколов. Какие меры со стороны государства необходимы, чтобы все поставленные здесь задачи были выполнены полностью и в срок. Второе – это оборудование для арктических портов и терминалов, судов и навигации для промышленных предприятий региона. Рассчитываю услышать сегодня предложения по импортозамещению и локализации производства такого оборудования на территории России. Третье важнейшее направление – это экология и окружающая среда. Все программы, проекты в Арктике мы рассматриваем в тесной увязке с задачами сохранения биоразнообразия и арктических экосистем, а также долгосрочной работой по решению задач климатической повестки. Так, проекты по ликвидации накопленного ущерба должны быть продолжены в полном объёме. Это касается и научно-исследовательских программ, прежде всего направленных на обеспечение стабильного баланса между экономическим развитием и сбережением арктической природы. Здесь экосистема очень хрупкая, вы знаете об этом. Основой обеспечения такой стабильности в том числе является мониторинг вечной мерзлоты. Её таяние может одинаково негативно отразиться и на экосистемах, и на объектах инфраструктуры в Арктике, и на прилегающих территориях. Поручение о создании и финансировании системы такого мониторинга уже было дано. Я прошу сегодня доложить о его выполнении. Подчеркну, что научные данные и современные обоснованные прогнозы позволят нам принимать максимально эффективные управленческие решения, в том числе в рамках развития международной кооперации в Арктике. Одной из конкретных площадок международного научного взаимодействия призвано стать ледокольное судно «Северный полюс». Работая в формате действующей дрейфующей лаборатории, а там, по-моему, 16 лабораторий намечено создать, оно обеспечит самый широкий комплекс исследований – от донных отложений и льда до верхних слоёв атмосферы. Это судно не имеет аналогов, и мировое научное сообщество, безусловно, заинтересовано в том, чтобы оно появилось и начало работать. Нужно без волокита завершить все испытания, чтобы этой осенью, как и планировали, оно отправилось в свою первую экспедицию. Подчеркнув, что Россия открыта для совместной работы со всеми заинтересованными партнёрами и в рамках текущих и будущих программ и проектов в Арктике. Подтверждением тому созданы здесь специальные условия хозяйствования, разного рода преференции для представителей российского и зарубежного бизнеса. Считаю, что в нынешних условиях следует активнее привлекать к сотрудничеству в Арктике и в так называемые внерегиональные государства и объединения. Здесь всем достаточно будет работы. Всех, кто, так же, как и Россия, заинтересован в устойчивом развитии этого уникального региона, мы всем будем предлагать совместную работу. Рассматриваем Арктику не как поле геополитических интриг, а как территорию диалога, стабильности и конструктивного сотрудничества. Давайте приступим к работе. Слово заместителю председателя правительства России, председателя Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Юрий Петрович Атарубкин. Пожалуйста, Юрий Петрович. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Три года назад, в соответствии с решением президента Российской Федерации, работа по развитию Арктики отнесена к ответственности в Министерстве по развитию Дальнего Востока. Что удалось за это время сделать? Прежде всего, созданы законодательные базы для повышения инвестиционной привлекательности Российской Арктики. Разработаны и приняты основы государственной политики Российской Федерации в Арктике, стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Принято 6 федеральных законов, 40 нормативных актов. Используя опыт Дальнего Востока, мы сделали систему преференций в Арктике дифференцированной по четырем видам экономической деятельности. Как результат, прирост новых проектов в Арктической зоне на 20-25% превышает дальневосточные показатели. Сегодня в Арктике с государственной поддержкой реализуется более 460 проектов. Объем инвестиций по соглашениям превышает 1,3 триллиона рублей. В результате их реализации будет создано 30 тысяч рабочих мест. Большая часть проектов реализуется в малонаселенных районах и требует поддержки в строительстве инфраструктуры. Так, для освоения Баимской рудной зоны необходимо строительство морского терминала и автомобильной дороги. Обеспечение проекта электроэнергии потребует установки плавучей атомной станции. В то же время запуск этого проекта приводит к удвоению бюджета Чукотки. Сигежа Запад станет первым проектом создания целлюлозобумажного комбината за последние 40 лет. В рамках проекта «Арктик-СПГ-2» создается уникальный центр крупноатоннажных морских сооружений. Освоение сыродосайского месторождения коксующихся углей обеспечит транспортировку по Северному морскому пути до 7 миллионов тонн к 1926 году. Уважаемый Владимир Владимирович, обязан вам доложить, что действия недружественных стран создали ряд сложностей в реализации проектов, увеличили стоимость привлекаемых заимствований. Прошу вас рассмотреть предложение о субсидировании процентных ставок по данным проектам. Необходимый объем финансирования в 2022 году – 5,9 миллиарда рублей. Системным условием реализации проектов в Арктической зоне является развитие Северного морского пути. Северный морской путь позволяет завозить необходимые материалы для строительства проектов. Транспортировать сырье и готовую продукцию, по сути, сшивает российский Север. Стратегической задачей является создание на базе Северного морского пути нового глобального транспортного коридора. Основной объем перевозки по Северному морскому пути до 2024 года должны обеспечить 4 компании – Новотек, Газпромнефть, Роснефть и Северная звезда. При выполнении этими компаниями планов объем перевозки по СМП до 2030 года превысит 200 миллионов тонн. Руководители компаний присутствуют на совещании и отдельно доложат о реализации проекта. Увеличение грузопотока требует значительной работы по всей трассе СМП в целях обеспечения надежной и безопасной транспортировки груза. Эта работа проводится. На российских верфях строится 4 атомных ледокола, в том числе уникальный ледокол «Лидер». До 2030 года необходимо построить еще 6 ледоколов. Четыре из них планируется построить за внебюджетное средство. С 2025 года компания «Росатом» запустит регулярную транзитную линию, что позволит увеличить объем международного транзита к 2030 году до 30 миллионов тонн. В части развития портовой инфраструктуры ведется строительство 4 терминалов в акватории СМП с общим объемом инвестиций более 300 миллиардов рублей до 30 вагонов. Владимир Владимирович, спасибо за решение по северному широтному ходу. Оно очень важно для развития СМП. Важнейшим вопросом является модернизация аварийно-спасательной инфраструктуры, расширение сетей аварийно-спасательных центров флота авиации МЧС. Отдельная задача – развитие космической группировки в целях создания устойчивой системы связи, метеорологии, радиолокации льда. Уважаемый Владимир Владимирович, Вы уже сказали о том, что сдвижка вправо недопустима. Я прошу поддержать предложение о том, чтобы привязать сроки принятия решений о финансировании строительства дополнительных ледоколов, инфраструктуры, спутниковой группировки к срокам, необходимой для успешной реализации инвестиционных проектов. Общий прирост валового продукта от арктических проектов до 1935 года составит более 30 триллионов рублей. Прирост налоговых поступлений – 13 триллионов. На каждый бюджетный рубль компания инвестирует 15 рублей собственных средств. Бюджетные инвестиции окупаются за 4 года. Важнейшим вопросом является развитие внутренних перевозок. Министерство по развитию Дальнего Востока и Эрскека совместно с Росатом запускает в августе текущего года регулярную капотажную линию между Санкт-Петербургом и Владивостоком. Рейсы будет выполнять лифтеровоз «Севморпуть». Это позволит снизить стоимость перевозки грузов, необходимых для инвестиционных проектов, а также поможет в обеспечении «Северного завоза». Несколько слов отдельно о «Северном завозе». «Северный завоз» обеспечивает жителей 25 северных субъектов Российской Федерации продуктами, товарами первой необходимости, лекарствами, строительными материалами. Ежегодный объем перевозок по «Северному морскому пути» только в рамках «Северного завоза» составляет более 3 миллионов тонн. Стоимость перевозки оказывает существенное влияние на формирование конечной цены товаров первой необходимости, медикаментов, продуктов, а значит и на уровень жизни людей в Арктике. Поскольку «Северный завоз» осуществляется за счет кредитных ресурсов, рост их стоимости может вызвать значительное увеличение цены продуктов, медикаментов, строительных материалов. Уважаемый Владимир Владимирович, если Вы поддержите, готовы оперативно подготовить предложение по сфуссидированию процентной ставки по «Северному завозу». Работы на «Севере» предстоит еще много. Одной из важнейших задач является создание комфортных условий для жизни людей. Большая работа по модернизации коммунальной инфраструктуры, реновации жилого фонда будет проводиться в Норильске. Основной объем этой работы – 120 миллиардов рублей – взяла на себя компания «Норникель». Уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с Вашими поручениями по развитию Дальнего Востока ежегодно выделяются средства для устранения отставания социальной инфраструктуры. В рамках этой программы на Дальнем Востоке мы за четыре года построили и отремонтировали полторы тысячи социальных объектов – школ, больниц, детских садов, спортивных площадок. Считаю важным такую же программу создать и для развития арктической зоны Российской Федерации. С августа 2021 года на территории Арктики распространена программа «Дальневосточный гектар». За полгода мы получили почти 8 тысяч заявок. Наибольшим спросом пользуются гектары в Мурманской области, в Республике Карелия. В рамках проекта «Дети Арктики» из федерального бюджета будет оплачиваться 100% стоимости отдыха для детей, проживающих на территории арктической зоны. На территории АЗРФ проживает 19 коленных малочисленных народов Севера. Сохранение их обычаев, традиций и образа жизни является одной из основ уклада нашего государства. Необходимые средства на эту работу в бюджете Российской Федерации предусмотрены. Еще одно важное направление работы в арктике – развитие науки и технологий. С этой целью в арктической зоне создается два научно-образовательных центра. В Архангельской области и Республике Саха-Якутия. Завершается строительство ледостойкой самодвижущейся платформы, на базе которой будут проводиться оконологические, биологические, экологические исследования. На Ямале будет построена круглогодичная арктическая научная станция «Снежинка», использующая передовые технологии в области производства чистой энергии и систем жизнеобеспечения. Начата работа по экологическому мониторингу и ликвидации накопленного вреда. Александр Александрович Козлов об этом подробнее доложит. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, с 1 мая 2021 года Россия заняла пост председателя в Арктическом совете. В этой работе уже приняли участие более 8 тысяч человек из 15 стран по таким направлениям, как развитие экономики, инвестиций, освоение шельфа Северного Ледовитого океана, сохранение традиционного образа жизни, обычаев и языков коренных молодочисленных народов Севера. Основной темой председательства России является устойчивое развитие региона, совместное противодействие к климатическим изменениям. Ни одна страна мира не сможет провести эту работу в одиночку. Тем более невозможно это делать без России, на долю которой приходится 58% арктического побережья. Уверен в том, что наши соседи по арктическому региону осознают свою ответственность и вернутся к совместной работе. Уважаемый Владимир Владимирович, завершая свое выступление, хочу представить те результаты, на которые мы должны выйти к 2030 году, обеспечивая выполнение государственной программы по социально-экономическому развитию Арктики, стратегии развития АЗРФ и показатели национальных проектов. Количество проектов, реализующихся с государственной поддержкой, составит не менее 1300. Объем фактически осуществленных частных инвестиций не менее 730 миллиардов рублей. Объем планируемых инвестиций по соглашениям почти 5 триллионов. Будет создано не менее 110 тысяч рабочих мест. Средняя зарплата в арктической зоне возрастет до 159 тысяч рублей. Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо за внимание и постоянную поддержку в работе по развитию Арктики и Дальнего Востока. Спасибо. Пожалуйста, Александр Александрович Козлов. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. На связи Арктический и Антарктический институт, научный центр по исследованию полярных областей земли. Изучение природных процессов, воспроизводство минерально-сырьевой базы и экологическая повестка – вот три основных задачи нашего Министерства в Арктике. По первому направлению – наука. Сегодня утром был на Адмиралтейских верфях, где достраивают первую в мире платформу Северный полюс. Вряд ли другие страны построят нечто подобное в обозримом будущем. Прочность корпуса такая, что судно сможет на два года вмерзнуть в лед и дрейфовать. Это позволит попасть в те уголки Арктики, куда чрезвычайно сложно добраться, и туда, где вообще никогда не бывал. Соответственно, мы начнем получать уникальные данные о состоянии льда, атмосферы, природе высокоширотной Арктики. Данные, которые сегодня нам недоступны. 21 мая, в день полярника, который был утвержден в 2013 году, платформа должна выйти на ходовые испытания. Об этом нас заверил Александр Сергеевич Бузаков, руководитель верфей. В июле Северный полюс встанет под флаг, в сентябре из Мурманска платформа отправится в первый рейс. В октябре мы должны морозиться в лед, инженеры на практике оценят, как она работает, и потом технические сотрудники уступят место ученым. И начнется полномасштабная экспедиция. Мы, кстати, приглашаем принять в ней участие ученых из других стран, что гранит у науки не существует. Также хочу сообщить, что Михаил Владимирович Мишустин поддержал нас в строительстве научно-экспедиционного судна для походов в Арктику и Антарктику. Дано поручение на проектирование. Сейчас людей и грузы на оба полюса заставляют суда 1983 и 1977 годов прошлого века. Поэтому, конечно, наш судовой парк нуждается в обновлении. Россия – страна северная. Почти две трети нашей земли – это мерзлота, которая перестает быть вечной. Закон о создании государственного мониторинга мерзлоты мы разработали. Внесли в правительство, сейчас он находится на согласовании в Государственном правом управлении. Надеемся, что весеннюю сессию депутаты его примут. Но непосредственно сами работы по созданию мониторинга мы уже начали. На опытных полигонах на мысе Бараново и архипелаге Шпицберген отрабатываем технологию получения данных с этих скважин. Я напомню, к 2025 году должно появиться 140 таких станций и скважин для мониторинга мерзлоты во всей Арктике. Готовимся и к установке оборудования для измерения выбросов сажи и метана. То есть у нас появится первоисточник по таким выбросам. Это не природное явление, как мерзлота. Это то, что называется атропогенными выбросами и влияет на парниковый эффект. Выделяется при разработке месторождения углеводородов, отработке двигателей, кораблей, от печного отопления. Зная, сколько сажа и метана попадает в атмосферу экономической деятельности, сможем принять реальные меры по снижению выбросов. К слову, мы разработали законопроект, который ведет контроль за предоставлением отчетов компании по выбросам всех парниковых газов. Пока это происходит чуть ли не на добровольной основе. Мы же предлагаем сделать отчеты обязательными. Законопроект находится на межведомственном согласовании. Просьба всех коллег нас поддержать. Общая гидрометеорологическая наблюдательная сеть в Арктике – это 240 пунктов Росгидромет. На 172 следает за метеорологией. На 33 за гидрологией. 27 станций дают аэрологические данные и 8 актинометрические наблюдения. С прошлого года Росгидромет начал модернизацию пунктов. Меняет энергетическое оборудование и системы связи. Оснащает новыми измерительными приборами. Разворачивает сеть морских дрейфующих гидрометеорологических буев. Они изготовлены в Севастополе. И в этом году 42 буя мы установим на Севморпути. Стартовало обновление системы «Север», с помощью которой даются ледовые метеопрогнозы для акватории Северного Ледовитого океана. К 2024 году будет расширена линейка наблюдений и повышена оперативность передачи этих данных. Все перечисленное повлияет на точность прогнозов и, соответственно, на безопасность мореплавания по Северному морскому пути. Помочь в этом может и система добровольных судовых наблюдений. Это не новая, а хорошо забытая практика. В советское время до начала 90-х годов метеостанциями были оборудованы сотни арктических судов. Сейчас всего 53. Порядок установки и разработки направлен всем судовладельцам. Наблюдения должны проводиться 4 раза в сутки. По таким параметрам, как давление, температура, влажность, скорость и направление ветра. Второе направление нашей работы – это недра. Минеральная сырьевая база – это в первую очередь загрузка Северного морского пути. Из общего объема грузоперевозок 34,9 млн тонн, в конец прошлого года почти 28 млн тонн – это газ, нефть, нефтепродукты, уголь и рудоконцентрат. На сегодня в арктической зоне сосредоточено 76% от всех запасов природного газа страны. Причем почти весь этот объем отлицензирован и вовлечен в разведку и разработку на разных стадиях. Также практически все арктические запасы нефти также находятся в распределенном фонде. Оставшийся нераспределенный фонд газа и нефти находится преимущественно в зонах ОПТ, которые создавались еще на разных уровнях – региональных, 90-х годах и так далее. Учитывая важность развития Севморпути, не останавливается работа по дальнейшему лицензированию. Так, сегодня подготовлено к лицензированию на геологическое изучение 8 участков по газу и нефти в Обской губе и Венесейском заливе. Это перспективный участок будет формировать выполнительный грузовой поток к уже готовым месторождениям после 2030 года. Что касается твердых полезных ископаемых, именно они смогут состоять часть для загрузки Севморпути, строится горнообогатительный комбинат по добыче и переработке свинцово-цинковых руд и производство концентрата на базе месторождения Павловская, это Архангельская область. Тамторское месторождение редкоземельных металлов Якутии, песчанка на Чукотке, сульфидное месторождение Масловское в Норильске, алмазное рост и фабелях Якутия. И по результатам совещаний, которые мы проводим в отраслевом стабе нашего министерства, приняты реализованные меры поддержки. Например, мы разработали и согласовались с нашими коллегами из Минфина, из Минэкономики, новую методику единовременных платежей. Прежде всего для разработки месторождений стратегического сырья. Коэффициент рента сейчас 3,5, мы предлагаем сделать его один. Это коснется арктических месторождений, лития, молибдена, бериллия, тантала, ниобия и редкоземельных металлов. Один пример. В Мурманской области есть месторождение лития. И при нынешней методике первоначальный взнос на аукционе составляет 13 миллиардов рублей. Если коэффициент понизим, эта цифра составит от миллиард рублей. И, конечно, инвестиционная привлекательность добычи кратно вырастет. В прошлом году государство и бизнес вложили в арктическую геологоразведку 163 миллиарда рублей по углеводородному сырью и почти 12 миллиардов по твердым полезным ископаемым. В этом году уже началась геологоразведка на таких крупных площадях, как Курантаевское в Мурманской области, Титан, Ленинкирское золото и Депутатское серебро в Якутии. Для укрепления своих позиций на архипелаге Шпицберг выделили деньги на геологическо-поисковые работы и составление новейших геологических карт. Разработку перспективных месторождений в Арктике. Техническое переоружение государственного сектора геологоразведки. Все это пойдет по новому федеральному проекту «Геология возрождения легенды». Я думаю, название говорит само за себя. Владимир Владимирович, мы не останавливаем работу по лицензиям, которые не вводятся в оборот. С 1 января у нас появилась полномочия, и мы можем без акта Роспреднадзора начинать процедуру досрочного прекращения права пользования недрами. Так, уже за три месяца Роснедра выявили нарушение по 802 лицензиям в Арктике, начертые процедуры досрочного прекращения. По 56 лицензии уже прекращены, в основном это касается месторождений рассыпного золота. Наша задача не забрать лицензию. Наша цель, чтобы компании выполнили свои обязательства. Ведь лицензия это не только право, это и обязанность по созданию рабочих мест и налогов будущего нашей страны. Третье направление – это экология. Арктика – одна из самых хрупких экосистем в мире. Индикаторами, по которым ученые судят о ее состоянии, выступают животные и растения. Перечень из 61 вида утвержден 7 лет назад. Среди них есть, например, белый медведь. Буквально на днях в заповеднике Медвежьей острова в Якутии завершилось обследование места обитания этого хищника. Так вот, госинспектора нашли 18 родовых берлог. Это в три раза больше, чем в прошлом году. И самое главное, что все берлоги жилые с медвежатами, с медведями. Что особенно влияет на самочувствие флоры и фауны? Конечно, загрязнение окружающей среды. Мы планомерно боремся с этим, ужесточаем требования к хозяйствующим субъектам, убираемся на территориях. Ведь, к сожалению, с прошлого века в Арктике остались не только памятники подвигам полярников, но и свалки и опасные объекты. Например, старые хвостохранилища и остатки нефтеразливов. С прошлого года мы ужесточили ответственность за нефтеразливы. Так все организации, которые занимаются добычей, переработкой, транспортировкой, хранением и продажей нефти и нефтепродуктов, обязаны разработать детальные планы по предупреждению и ликвидации разливов. И этот план должен быть финансово обеспечен. То есть формулировка «денег на возмещение вреда нет» больше не принимается. Это закон 207. Также мы сейчас обсуждаем экологические требования кораблям, проходящим по нашим арктическим морям. Северный морской путь удобный и короткий, но ставить под угрозу экологию мы никому не дадим. Ежегодно в нашей стране образовывается 60 миллионов тонн твердых коммунальных отходов. Около одного миллиона проходится на арктическую зону. Но климатические условия, малонаселенность и трудная логистика ставят перед нами задачу по вариативности в обращении с отходами. Ученые из Института Урал-НИИ «Экология» обещали нам и взяли обязательство до конца года завершить научно-исследовательские работы. Ключевой вопрос, на который ждем мы ответа – какой оптимальный способ утилизации мусора в Арктике? Перерабатывать на месте, вывозить, использовать в системе отопления населенных пунктов. Пилотным регионам, где прорабатываются варианты, выбран Ненецкий автономный округ. Прошло уже почти сто лет, стал момент, как белое пятно площадью в 6 миллионов квадратных километров превратилось в арктическую зону нашей страны. Сейчас это сотни городов и деревьев, более двух миллионов человек. То есть это и есть самый настоящий полис мужества. Спасибо за внимание, доклад закончен. Спасибо большое.